Народ, всем привет! Вы на канале Мяски, Бани и Сауны. Сегодня речь у нас пойдет не про бани и не про сауны, но почти не про бани. Ролик этот будет интересен тем, кто собирается только строиться, или может быть уже начал строиться, то есть обязательно посмотрите этот ролик. Я думаю, он будет для вас полезен. Начну с предыстории. Один мой хороший товарищ пригласил меня помочь ему с этой стройкой. Он купил сруб вместе с участком. Сруб это 10х10 плюс огромная веранда почти такого же размера. 10х10. В общем, здесь он хотел сделать мини-отель. Сруб был под отоплением несколько лет, то есть он отстоялся. Все вот минусы, какие могут быть со свежим срубом, он уже миновал. И после того, как мы сюда зашли, начали, скажем так, всплывать разные подводные камни. И о них я вам сегодня расскажу. В этом году зима сильно, снежная, так что вокруг дома походить, поснимать не получится. Выберем несколько локаций и покажем вам, какие были работы произведены снаружи. То есть только покрашен сруб свежий и проконопачен. Здесь конопатки в круг где-то около 400 метров квадратных. То есть по прошествии где-то 3, максимум 5 лет. Я не помню, сколько этому срубу точно, но не больше 5 лет. По сути пришлось переконопачивать заново, потому что были дыры прямо сквозные. Те, кто живет в срубовых домах, те могут подтвердить, что это частая проблема. Реально, птицы и прочее, и прочее. Тем более, если плохо было проконопачено заранее, то эта проблема будет постоянно вылазить. Снежок пошел. Человек изначально хотел здесь построить мини-отель. Здесь планировалось основной дом, еще плюс 8 номеров отдельно. Банька поставлена. Банька, как вы можете заметить, это нашего производства. То есть человек купил уже баню сюда, поставил ее. И так как у него закончились средства, и он не может это все достроить, купил уже другой человек. Я сейчас забегаю немножко вперед, попозже я более подробно об этом объясню. В общем, баня здесь им не нужна. Я пообещал помочь ее продать. Подробный обзор этой бани есть на канале. Сейчас я прикреплю ссылочку, в описании она тоже будет. Зайдите, посмотрите, она продается с хорошей скидкой. Так что, если хотите приобрести, обращайтесь. Она не пользовалась все это время. Здесь ее просто приобрели, поставили, но деньги у человека кончились. Но об этом поподробнее пошли внутрь. Как я уже говорил, это было жилое помещение. Здесь был деревянный пол. Посередине здесь стояла огромная каменная печка кирпичная. Вот дымоход от нее еще остался, вот USB заделанный. В общем, вся вот эта, в принципе, отделка, какая есть на потолке, не особо качественная. На стенах вот такой вот естественный был цвет бревен. Мы ничего еще не конопатили. То есть мы сделали всю наружную работу, конопатку и покраску, именно для того, чтобы человек планировал открыть зимой свой отель. Сейчас уже весна практически наступает. Ну, то есть, вы понимаете, он не успел. Но поэтому сделали всю наружку, чтобы ее зимой не делать, сделали ее осенью. Но, в основном, не там. Вот такая вот конопатка была и снаружи тоже. Вы видите, просто это щель, прямо можно сказать, на улицу. Здесь вот что-то проконопачено. Возможно, это старое. Здесь рядом уже нету. То есть, этот внутри сруб нужно переконопачивать еще раз, потому что, ну, он, по сути, дырявый. Многие думают, что срубовое здание – это некий идеал, то есть, теплоемкости, надежности. На самом деле, это далеко не так. Вот люди, которые живут в срубовых домах, напишите, пожалуйста, как ухаживать реально за срубовым домом и какие там есть минусы и плюсы. И раз уж я начал про бревна говорить, не каждый об этом знает, в чем вообще проблема срубовых домов. То есть, вот у нас переруб идет, где угол. То есть, по сути, у нас, допустим, вот эта стенка юг – это восток. То есть, у нас одно бревно, вот эта вот часть бревна и стенки смотрит на юг, а торец этого бревна уже смотрит на восток. Ну, там или одна на запад, другая на север. То есть, логику улавливаете. То есть, одна стенка постоянно одно и то же бревно под солнцем находится, и другая его часть всегда находится в тени. И это разница температур, то есть, разное расширение. И точно так же вот у этого бревна. У него только торец смотрит, например, на юг, а остальное, вся часть, всегда в тени. То есть, грубо говоря, оно нагревается, расширяется. И из-за того, что в разных плоскостях это происходит, соответственно, угол сделать герметичным в срубовом доме просто невозможно. Это априори. То есть, если смотреть тепловизором, всегда будет угол у сруба синий. Что здесь было сделано, изменено? То есть, поверх деревянного пола он был частично выровнен, и сверху настелено ОСБ. Для того, чтобы более-менее выровнять перепады, потому что пол был дощатый, и он был такой неровный. Вот этой перегородки не было, ее уже установили потом. То есть, я еще раз напомню, здесь планировался мини-отель. То есть, это должно было быть два номера. Здесь ресепшн, и там еще на улице еще восемь номеров отдельно. Итак, вот этой стенки не было, ее поставили. Она толстая, на 150 у нее толщина стены. То есть, потолок на 200 сделан для того, чтобы была хорошая шумоизоляция. Стенка эта уже тоже покрашена. Здесь будет в такой же цвет краситься все остальные стены. Пойдемте в номера. Попадаем в один из номеров. Здесь у нас срубовая стенка. Тоже, как вы видите, ничего не конопачено. Но здесь уже покрасили, хотя немножко поторопились. По сути, здесь нужно еще раз проконопатить, и потом, наверное, покрасим еще раз. Или наоборот, может быть, как хозяин захочет, может быть, конопаткой выделим швы. Туда рука залазит, и это все абсолютно непрочно. То есть, это все нужно переделать. Проходит совсем короткое время, и любой сруб приходится переконопачивать. Также здесь были вставлены два больших окна. В этом номере и втором тоже такой пластик под дерево. Ну, в принципе, как мы любим вставить. Потому что, я считаю, опять же, белые окна здесь бы не смотрелись просто-напросто. Панорамный прекрасный вид с окна. То есть, задумка была такая. Стоит кроватка, просыпаешься, видишь все прелести здесь. Природа отличная. Локация просто великолепная. Стенка между комнатами выполнена следующим образом. То есть, у нее 150-я стена, потом идет воздушная прослойка, потом идет гипсокартон, потом идет воздушная прослойка, и потом идет каркас, и потом только блок-хаус. Для чего это сделано? Для того, чтобы была отличная шумоизоляция меж комнатами. То есть, реально здесь практически ничего не слышно, если мы говорим, разговариваем в этой комнате и находимся одновременно в той. Была задумка для отеля, чтобы было людям комфортно. Также в каждом номере присутствует ванная комната. Она еще не доделана, только выведен под гипсокартон. Здесь тоже с разных сторон по два слоя гипсокартона по одному. Для того, чтобы была хорошая жесткость. На полу залит теплый пол. Осталось приклеить плитку и установить сантехнику. Также мы уже видим здесь подготовлены входные двери, отбрашированные. Они тоже достаточно толстые, имеют двойной прорезированный профиль. То есть, вот коробка под них уже тоже покрашена, резинки сняты. То есть, после того, как двери будут останавливаться. Будет еще, кстати, врезаться под дверью специальный порог. То есть, когда мы закрываем дверь, падает шторка и шумоизоляция улучшается. Открываем дверь, шторка поднимается, чтобы ничего не царапало, не задевало. На пол, кстати, здесь планируется кварц-винил. Планировался, потому что большая проходимость планировалась. Опять же, пока здесь еще окончательного решения не приняли, что будет на полу. Ну, либо линолеум, либо точно так же кварц-винил. Пойдемте во вторую комнату. В этой комнате есть тоже санузел. Здесь менее, скажем так, захламлено. Сюда можно зайти. Видите, уже сюда были, кстати, матрасы были куплены. То есть, потому что, ну, уже думал человек, что все прямо вот-вот-вот заканчивается. Совсем чуть-чуть осталось. И вот уже чуть ли не мебель закупил. Ну, не сложилось. Здесь тоже самое. Сделан уже гипсокартон. Все готово под укладку плитки. Здесь выведена канализация из этих двух номеров. Был выкопан отдельный септик. Кстати, здесь свой септик уже существовал. То есть, была электрика, было отопление. То есть, это, в принципе, здание, которое, ну, особо, как казалось бы, вложений не требует. К сожалению, не успел заснять те подводные камни, которые нас здесь встречали. А их здесь было немало. Например, вот это вот потолочное, ну, видите, да, блокхаус, пристыковка к потолку. Потолка тоже, кстати, не было. Это половая доска, сверху утепление на 200. В шахматном порядке, все с перехлестом, естественно. Так вот, когда здесь была из гипсокартона такая отбортовочка, когда мы ее вскрыли, повылазило то, как сделан здесь потолок. То есть, никакой нормальной гидроизоляции, пароизоляции там не было. Там идет пленка, она вся рваная. То есть, мы сколько смогли подремонтировали. Но, к сожалению, то есть, что творится реально под потолком, мы уже сказать не можем. Там у нас, напомню, гипсокартон сверху. То есть, как сделана сама кровля, ну, одному богу известно. Здесь мы находимся первую зиму, и вроде как теплопотери не очень большие. Надеюсь, что там, в принципе, только по краям так по-свински было сделано. Остальное там все в порядке. Следующая заноза, которую она ждала, это строители. Найти качественных строителей на такой локации, ну, она отдалена от города, то есть, сюда нужно ездить. Это просто какая-то, ну, мега-проблема. Люди, квалифицированных, найти это вообще проблема. То есть, многие думают, что сейчас вот так, вот так, раз я себе все построил, все там сделали, это вообще совершенно не так. Первые специалисты, которые у нас сюда приехали, они ставили вот эти перегородки. После предварительного разговора с людьми, они объяснили, что они 15 лет работают, тем более, это был вообще знакомый заказчика как раз таки. То есть, как бы особо его проверять не стали, насколько они квалифицированные. Сказали, нужно поставить перегородку. Ну, как бы объяснили порядок действий, ширину, толщину и чем оно будет обшиваться. Весь материал уже был здесь закуплен. Так вот, люди выпилили, как вы видите, здесь по 4 сантиметра с каждой стороны торчит уже от финишной отделки. На вопрос, а зачем вы так сделали, они сказали, так там же нужна контррейка, рейка, контррейка. Говорю, а зачем? Чтобы дышала и вентилировалась стенка. Ответили они мне, я говорю, а зачем она должна дышать, она же в помещении находится. А что они мне сказали, мы 15 лет так делаем, никто идиотских вопросов нам не задавал. Ну, в принципе, на этом пришлось нам с ними расстаться. Тут еще переделывали за ними потом маску. Во всех углах были такие дыры, что можно было не только слышать, что находится в соседней комнате, но и потрогать друг друга руками, находясь в разных комнатах. Следующие строители были лучше, но тоже не без причуд. Тоже разговаривали, несколько раз проговаривали, что блок-хаус должен отлежаться в помещении. Обязательно его нужно покрасить, сперва покрасить на один слой, потом смонтировать и на второй слой уже покрасить на месте. На что было благополучно все прибито в некрашенном виде. Естественно, приехав сюда через неделю где-то, я увидел, что здесь образовались щели и все это белые полосы повылазили. Естественно, все пришлось снять, покрасить опять, точнее покрасить в принципе и смонтировать обратно и на второй красить уже раз на месте. В чем же мораль всей басни? В том, что когда человек начинает строиться, он не задался целью создать какую-то смету. То есть не просчитал, во сколько ему все это выльется. Он себе в голове представил определенную сумму, он ее где-то озвучил потом уже миллионов в шесть, что он должен это все здесь отстроить. Естественно, это нигде вслух не озвучивалось. И когда мы начали стройку, вот на данном этапе, вот угадайте сколько потрачено, вот на данном этапе потрачено почти что 4 миллиона рублей. И здесь еще масса работы, человек осознал на 4 миллионах, что ему, ну он попросил меня прикинуть, сколько здесь еще нужно вложить. Я ему сказал, что приблизительно около 15 миллионов нужно, чтобы сделать, ну плюс те номера. Это по самой, по самой минималке. Человек взялся за голову, говорит, у меня таких денег нету, я не потяну. И после этого выставил на продажу, купили другие люди. Здесь я не буду пока озвучивать, что планируется делаться. И уже с людьми с этими есть предварительный разговор, что они представляют, сколько это будет стоить, ну в набросках. И имея хотя бы приблизительный план, люди уже двигаются к своей цели. Я обращаюсь к вам, не скупитесь, обращайтесь к людям, которые понимают в стройке, которые могут вам прочитать, ну хотя бы приблизительно, чтобы вы понимали, во что вы вляпываетесь и хватит ли у вас на это средство в итоге. Чтобы у вас не получилось, либо долгострой на 15 лет, как это чаще всего бывает, либо такая история, как здесь, придется просто продавать имущество, хотя человек крайний не хотел этого делать. Но как я уже сказал, все равно я остаюсь на этой стройке, буду курировать ее дальше. И если вам интересно, пишите в комментариях, мы обязательно покажем, что здесь будет в итоге. Я думаю, тоже будет интересный ролик, потому что идея здесь реально прикольная. Всем спасибо за внимание, прожимаем палец вверх, обязательно подписываемся на канал. Всем пока, и в этот раз не с легким паром. Пока.